В окрестностях деревни Малая Лёдова идёт комиссионная проверка. Представители администрации городского округа совместно с Госадмтехнадзором проверяют наличие договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов у трёх садоводческих товариществ, расположенных по соседству друг от друга. Они и называются почти одинаково «Экология-1», «Экология-2» и «Просто экология». А вот в отношении соблюдения законодательства у них оказалось не всё одинаково. У двух последних договоры с региональным оператором «Харти» заключены, а у «Экологии» под номером «1» нет. Возможно, поэтому на встречу с проверяющими председатель не пришёл, а прислал одного из садоводов, который сразу заявил, что никакие документы получать и подписывать не намерен. Я прошу прощения, Вы представляете СНТ «Экология» для тех кого? На каких садоводях представляете за собой полномочия? Я член правления. Член правления? Я прошу записать на камеру, в данный момент предлагаю выдать уведомление с соседскими показаниями товарищу представителю. Так он отказывается его получать. Правильно я понимаю? Что-что? Мы выйдем получать. Какое уведомление? А вызов к нам в отдел. На какой пределе? На предмет заключения договора. С Харти? Нет, с Харти. С региональным оператором быть причём. Подождите, это навязывание услуг или как? Я не понимаю. Рядом стоят представители двух других кооперативов «Экология-2» и «Экология». В них работа с региональным оператором по вывозу и утилизации отходов на основании действующих договоров, пусть не без сложностей, но идёт уже не первый месяц. В декабре мы узнали, что теперь будет единый оператор по вывозу мусора. Узнали, кто. И представитель нас поехал, заключил договор. В январе с перебоями работали, а сейчас вообще без проблем. Вывозят всё вовремя. Фраза «договор дороже денег» в данном случае очень подходит к ситуации. Поручать вывозить мусор сегодня можно только тому оператору, который имеет лимиты по доставке отходов на полигоны. Все прочие этим мусором, как правило, заваливают леса, овраги, обочины дорог. И тем, кто этого не понимает, как руководство СНТ «Экология-1», отсутствие такого договора может обернуться серьёзным штрафом. Если никаких документов налоговой ликвидации не поступало, и она не находится в этой ликвидации, тогда в соответствии с СНТ «Экология-1» будет приниматься меры за стративное воздействие, также в соответствии с законодательством, где стративный штраф от 100 тысяч. В 2018 году начали эту работу ещё где-то в летний период, с августа месяца, разъясняя руководителям СНТ ДНТ о том, что у нас будет один рекоператор, это ООО «Харки». В соответствии с этим четыре было собрания общих, где конкретно ставились задачи, и где говорили, что необходимо заключать договора с «Харки». Комиссионные проверки садовых и дачных кооперативов на предмет наличия договора с единым региональным оператором на вывоз мусора в городском округе Щёлково продолжатся. Андрей Циханович, Александр Рожевский, Щёлковское телевидение.